наконец-то первая поставка вал берез у нас значит оформили в таком виде коробка 40 60 на 40 должна пришлось подрезать все коробки 61 сантиметр там до 43 идет значит свои родные коробки мы оставили как есть со штрих кодами там обязательно не должны быть легко там вот и вот такая наклеечка наклеиваться сюда это идет наклейка транспортная то есть там указывать фамилия имя отчество свое и соответственно этот штрих-код на термо принтере уже распечатать и непосредственно сейчас поедем значит в городе санкт-петербург называется них ppp в албересе пункты приемки вот на уткину заводь и не так поехали как бы он подъезжать мы снимем поближе посмотрим как нас примут данную коробку значит 10 коробок у нас внутри я так понимаю минимальная партия 10 штук и коробка 40 60 на 40 это моно коробка идет поехали итак мы съехали с плицевой дороги подъезжая к пвз пкина заводь сейчас мы проедем в общем от центра получается где-то площади александр невского в районе 20 километров так как мы не туда повернули у нас 26 километров вышли так что будьте аккуратнее смотрите как поворачиваться сверху вы вернете не туда дороги в петербурге настолько сделано неправильно что потом не развернулся так мы хотела первую поставку напоминаю вам первый раз я так понимаю что с правой стороны адрес у нас точных записывать млп корпус 4 парадная работает как мне объяснил вал перец до 21 часа вот на яндексе почему-то карте показывает что этот кинозаводь закрыт так вот я вижу кпп номер два здесь а вот он сам с этим аутрисовым корпус 4 вот корпус 2 на чем дело так сейчас мы будем разбираться для чего кто то точно не поймет от чего а не подскажите корпус 4 нам проехать волдыри совершенно вы проехали 2 года я знаю здесь можно проехать здесь не возвращаться я понял что туда вправо до уходить до у нас коробочка только там у нас нет там они штрих штрих до проводит или что там а как у нас они как-то его сканируют или что карты на машину нет у нас а у вас нет вот и пп3 не работает артём я свой оператор конечно это вообще опасно для жизни так что . пп2 вот меня не надо снимать ты лучше вперед снимай как по встречке он отгоняет придурки всякие что это мы не знаем что делать мы сейчас не знаем а вот какие-то карты они вот раздает видите вот так много пропуск а пропуск надо оформить еще и пропуск мы сдаем назад ты писай какой геморрой вообще просто вот много лишних телодвижений либо в жопу въедет фура блять вот мне даже уже слов нет вот просто хороших слов нет артём просто у меня вот слов нет вот это отношение к людям это пиксер это пиксер у меня даже паспорта нет ты посидишь артём? да давай поговори с нашими людьми снимай снимай проблема какая заявки наши нет нас не пускают сейчас буду звонить в отдел склада там отдел персонала и склад номер хабло здесь охрана нормально приехали ребята оформили все и 50 км проехали и нас не пускают вот такой вот отлично итак геморрой пришлось мне пропуск выписать даже не на мой личный кабинет вообще левые люди мне выписали пропуск сюда 37 мы по счету обязательно если едет пассажир с вами он должен быть тоже вписан иначе его не впустят обязательно документы на машину надо сказали люди сюда пачками приезжают по 50-100 человек и валберис отгрузится их всех разворачивают они уезжают обратно такой геморрой такой пропуск мы 37 по счету 37 едем корпусу ребята худшего геморрой я не видел в своей жизни это худшее просто все что можно сказать не знаю куда ехать сейчас куда вставать чего блять просто не знаю сейчас попробуем в 37 встать в 37 или нам вставать куда вставать чего я не знаю друзья это полный песец четвертая лестница еще какая-то нужно ищем четвертую лестницу еще то есть сдавать на лестницу где она четвертая вон она четвертая ну такая очередь 40 машин друзья в результате мы в этот день не смогли разгрузиться вот я взял телефон там у людей мы 2 часа пытались уехать по пробкам через кольцевую это напоминаю время 16.30 потеряли мы 2 часа там вот не дожидаясь уехали я потом позвонил оказалось что там 60 машин было эти 60 машин разгружались 4 часа смотрите продолжение третьей части валберес подписывайтесь всем пока пока друзья я